В Британии выберут самое уродливое здание. В Германии создали помощника для тех, кто плохо спит, а в Мексике приготовили самый большой бутерброд Латинской Америки. Больше об этом и не только далее в нашем обзоре. В Гонконге выставят на торги уникальную фарфоровую чашу, изготовленную в 18 веке при дворе императора Тян Луна. Сотбис утверждает, что это единственный наиболее ценный экземпляр такого рода, до сих пор находящийся в частных руках. Несколько других подобных предметов хранятся в Национальном музее в Тайбее. В октябре за уникальный лот планируют получить не менее 25,5 миллионов долларов. В Британии проведут конкурс на самое уродливое здание. Премию придумали в журнале Building Design, предложив своим читателям выбрать самое нелюбимое здание в стране за последний год. В этот раз в шорт-лист попали шесть строений, четыре из которых находятся в Лондоне. С помощью такого конкурса организаторы хотят привлечь внимание к архитектуре, которая портит облик британских городов. В Германии создали робота, который помогает бороться с бессонницей. Внешне он похож на подушку овальной формы. Если нажать на поверхность, запускаются вибрации, напоминающие дыхательные ритмы человека с успокаивающими звуками. В меню есть и музыка для засыпания. Если она не подойдет, с помощью приложения в смартфоне можно закачать любую композицию. Все, кто использовал новое изобретение, стали быстрее засыпать в среднем на 17 минут. Стоит такая подушка около 500 долларов. В Мехико приготовили самый большой сэндвич в Латинской Америке длиной 70 метров. Мексиканский бутерброд торта готовится с разнообразными начинками. Организаторы мероприятия создали блюда из десятков ингредиентов. Использовали тысячи кусков хлеба, сотни литров майонеза, килограммы овощей, мяса и специи. За процессом наблюдали сотни людей. Они-то в конечном итоге и попробовали мега-бутерброд. В Италии стартовал знаменитый венецианский кинофестиваль. На красной дорожке накануне перед камерами позировали актеры и жюри конкурса. Открыли фестиваль картины «Первый человек» с Райаном Гослингом в главной роли. Это биографическая лента о полете Нила Армстронга на Луну. В основной программе конкурса за главный приз статуэтку «Золотой лев» будет бороться 21 фильм. Имя победителя объявят 9 сентября. Ступеньки к малазийским пещерам Бату в Куала-Лумпуре стали разноцветными. Покрасили их 20 волонтеров. Работники комплекса рассказывают, таким образом хотели выделить объект среди других и привлечь туристов. Кроме лестницы разноцветной стала и часть скульптур перед входом в пещеру. Однако перекраска оказалась незаконной, так как предварительно ее не согласовали с Национальным департаментом наследия.